Диспансеризация во время беременности Диспансеризация во время беременности – неотъемлемое правило сохранения здоровья мамы и будущего малыша. В это время необходимо иметь полную картину здоровья женщины. Мы решили посетить некоторых специалистов и начнем с терапевта. Скажите, как будущей маме следует поддерживать свой иммунитет и здоровье во время беременности? Самое главное, если это холодный период времени, зима, осень, либо весна, сырое, то это свежий воздух. Обязателен. Если вы работаете и работаете в помещении, где очень много людей, то постарайтесь открыть форточку, либо попросить включить кондиционер. То есть приток свежего воздуха обязателен. Также, если вы пользуетесь общественным транспортом, не стесняйтесь, надевайте маску. Если ваша работа заключается в контакте с людьми, с общественностью, то вам следует все-таки пользоваться чаще маской, для того, чтобы избежать заражения вирусными инфекциями. Уделяйте особое внимание движению. То есть это фитнес. Это любые прогулки на свежем воздухе. Если это возможно, если это метро, поднимайтесь по эскалатору. Хотя бы немного. Если это общественный транспорт, выходите за одну остановку до своего дома и идите пешком. Потому что если вы дошли до дома, все, это кухня, это кресло, это телевизор. Никакого движения. Движение – это жизнь. Если вы все-таки заболели, в этом случае постарайтесь не принимать никаких препаратов лекарственных. Посмотрите в течение суток, куда вы движетесь, куда движется ваша болезнь. Какая у вас температура, какие симптомы. Насморк, головная боль, ломота в суставах, в мышцах, боль в горле. Если эти симптомы усиливаются, есть повод все-таки сходить в врачу. Еще раз говорю, не занимайтесь самолечением. На ранних этапах можно пользоваться каплями в нос. Называется гриферон. Это безопасный препарат. Он рекомендован и у беременных, и даже у новорожденных. Если на фоне ухудшения самочувствия у вас появился насморк устойчивый, и носом дышать совершенно невозможно, я вам порекомендую использовать согревающий пластырь на область переносицы носа, либо на лоб над бровями. Всем известно, что на фоне беременности, да и вообще, применение сосудосуживающих препаратов капель ограничено. Тем более на фоне беременности. И вот эта процедура небольшая. Она позволит вам избежать назначения сосудосуживающих препаратов в большинстве случаев. Если вы заболели, и температура все-таки выше, скажем, 38,5, и это влияет на самочувствие, то есть самочувствие ухудшается, значимо ухудшается, то есть смысл принять жаропонижающий препарат на основе, например, парацетамола. Но не часто, поскольку парацетамол все-таки имеет свои ограничения при беременности. Объем выпиваемой жидкости также увеличивайте. Несмотря на то, что вам рекомендовал до вашей болезни гинеколог, поскольку на фоне повышенной температуры идет больший расход воды, вы дышите, вы потеете, вы теряете воду, вам ее нужно восполнять. Восполнять можете как за счет обычной воды, так за счет настоев, чаев, соков, это может быть морс, клюквенный, пожалуйста. Если вы хотите использовать травы, с травами нужно быть поосторожнее, потому что не все травы показаны при беременности. Есть травы, которые категорически противопоказаны при беременности. Надо быть очень осторожным. Вполне возможно использование меда, если у вас нет аллергии на него в разумных пределах. Можете использовать лимон, можете использовать корень имбиря. Это три хороших компонента для борьбы с вирусной инфекцией. А если у женщины есть хронические заболевания, они могут как-то повлиять на беременность? Беременность, как необычное для любой женщины состояние, она может спровоцировать обострение хронических состояний. Это как лакмусовая бумажка для любой хронической болезни. Даже если женщина привыкла к ней, не замечает ее, либо хроническая болезнь была в стадии ремиссии в течение длительного времени, на фоне беременности она вполне может обостриться. В этом случае не нужно ждать, когда болезнь зайдет в какую-то тупиковую ситуацию, когда врач столкнется с той дилеммой, что и болезнь есть, и назначить нечего. Потому что при беременности очень многие препараты ограничены. Есть множество рекомендаций, которые может дать врач именно на начале обострения, чтобы избежать проблем с выбором препарата. Не ждите ухудшения, идите к врачу. Следующий и очень важный этап диспансеризации – посещение врача-кардиолога. Жизнь развивается в организме у мамы, поэтому нагрузка идет, конечно, на сердце. Но если может возникать тахикардия, единственное, что. Но если женщина изначально здорова, у нее и беременность будет протекать совершенно нормально. Для этого, конечно, она должна проходить обязательно алгоритмы ведения беременности, должна проходить терапевта со снятием кардиограммы. И терапевт тогда определяет, есть там изменения на кардиограмме, нет изменений, от этого уже будет зависеть дальнейшее ведение, надо ли кому-то еще ее направить. Что конкретно, понимаете, что конкретно обнаружат, какую патологию обнаружат у женщины, если ее обнаружат, уже конкретно тогда занимается данная женщина или кардиолог, или нефролог, ну, смотря какая патология. К концу второго триместра животик существенно увеличивается, и многие мамы начинают замечать, что с их ногами происходит что-то не то. Специалист, отвечающий за красоту ног, называется флебологом. К нему мы и обратимся за консультацией. Беременность, дальнейшие роды являются провоцирующими факторами в развитии варикоза у женщины, если у нее есть к этому предрасположенность. То есть нельзя сказать, что каждая женщина во время беременности и родов должна обязательно заболеть варикозной болезнью. Это неправильно. Для развития варикоза, кроме физических и механических факторов, большую роль играет еще наследственность, тот образ жизни, который она вела до беременности, наличие травм, прием контрацептивов до беременности, либо других гормональных препаратов. И в совокупности, если мы видим, что у женщины была предрасположенность, риск к развитию варикоза во время беременности, особенно на поздних сроках, возрастает. Женщина видит в первую очередь, естественно, появление сосудистого рисунка усиленного, и к нему, конечно, которое определяется при перемене положения тела. Из положения лежа в положение стоя. Это первый признак. Второй признак – появление отеков. Обычно отеки при варикозе недвусторонние, то есть они несимметричные, появляются на более пораженной ноге. То есть если у нас варикоз развился на правой ноге, то более отечная она будет именно правая ножка. На данный момент я сталкиваюсь с такой ситуацией, что акушером-гинекологом при постановке на учет женщины по беременности в женской консультации очень важно пройти несколько специальностей. И флеболог является одним из тех специалистов, который должен обязательно смотреть женщину при выявлении у женщины варикозных венок. Если же мы внешне не определяем варикоз, специалист-гинеколог первичный не определяет, либо терапевт не определяет визуально невидное расширенных венок, но женщина знает, что у нее у мамы был варикоз, есть варикоз, у бабушки был, либо там по мужской линии варикозная болезнь присутствовала, то, конечно, себя нужно каким-то образом предохранить. Имея информацию о том, что у тебя риск повышен, и проводя какую-то профилактику, вы от срок возникновения заболевания как-то отодвигаетесь все дальше и дальше. Если не пользоваться возможностью консультации узкого специалиста, можно упустить развитие самого заболевания. Потому что многие женщины думают, что ноги отекают, потому что у нее беременность, она должна быть отечная. Появляются расширенные вены, потому что как бы она видела у мамы расширенные вены, и она не значит заболевание варикоз. Но при этом, в любом случае, сейчас гинекологи очень, грубо говоря, блюдят за тем, чтобы женщина была обследована всеми узкими специалистами. И мы рекомендуем в первой половине беременности прийти на консультацию для того, чтобы получить рекомендацию по ношению трикотажа, по приемке каких-то лекарственных средств. И уже перед родами. Если мы перед родами видим наличие варикоза, то обезуем женщину носить трикотаж не только до родов, но во время родов, в самом родзале уже быть трикотажа, и до периода на выписке из стационара. Это ее, конечно, подохранит от осложнений, которые бывают при варикозе. До декретного отпуска еще целый месяц, а многим будущим мамам по-прежнему приходится ездить на работу своим и общественным транспортом. И недомогание беременных еще никто не отменял. Как будущей маме организовать свой рабочий день таким образом, чтобы минимизировать негативное влияние на здоровье ее и малыша? Беременные имеют право на лояльность со стороны начальства не по личной инициативе последних, а по закону. Как только вы узнали о своем новом положении, вам необходимо предоставить на работе справку от врача, подтверждающий этот факт. И далее в соответствии со статьей 23 основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан государство обеспечивает беременным женщинам право на работу в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья. Например, не допускается привлечение будущей мамы к работам в ночное время, то есть из 10 вечера до 6 утра, к сверхурочным работам и работам в выходные дни. В соответствии с медицинским заключением должны быть снижены нормы выработки, нормы обслуживания, либо будущая мама переводится на другую работу, более легкую и исключающее воздействие неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка по прежней работе. Ну а если будущая мама не в состоянии работать в полный рабочий день, то по ее просьбе администрация обязана установить ей неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени и не влечет каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска и не влияет на исчисление трудового стажа и другие трудовые права. Все это описано более подробно и законодательно закреплено в соответствующих документах, например, такие как трудовое законодательство Российской Федерации, на которое смело может ссылаться будущая мама во время общения с руководством. Субтитры создавал DimaTorzok